Приветствую всех на канале Умный Билл. В этом видео мы поговорим о том, как выбрать перфоратор и какие моменты нужно учесть при выборе этого инструмента. Профессиональным строителям и любителям что-то строить или ремонтировать своими руками без перфоратора совсем не обойтись. Приобрести функциональный, отвечающий эксплуатационным требованиям электроинструмент, значит оптимизировать свой труд, работать быстро и качественно. Перфоратор служит для проделывания отверстий в твердом материале, таком как бетон, и его ни в коем случае нельзя путать с ударной дрелью. Поскольку ударная дрель не рассчитана на работу с бетоном, ее удел более мягкие полые материалы, такие как пенобетон или кирпич. Выбираем перфоратор, характеристики которые нужно учитывать. При выборе перфоратора, впрочем, как и любого другого инструмента, в обязательном порядке руководствуются его конструктивными особенностями и техническими характеристиками, мощностью двигателя, силой удара, диаметром сверления отверстий, скоростью вращения, скоростью ударов, весом и другими приятными полезностями, помогающими облегчить работу. Кстати, узнать о критериях и нюансах при выборе шуруповерта, вы можете из моего предыдущего видео. Ссылка на него будет в описании или комментариях к этому ролику. Возвращаясь к перфораторам, первое, на что следует обратить внимание, это на расположение двигателя в корпусе инструмента. Электродвигатель перфоратора может иметь как горизонтальное, так и вертикальное расположение. В первом случае электродвигатель имеет параллельную ориентацию относительно ударной оси. Во втором, перпендикулярную, в связи с чем внешний вид перфоратора напоминает букву Г, а в народе такие перфораторы еще называют бочка. Горизонтальные аппараты более практичны, ими можно работать в неудобных и узких проемах. Они, как правило, имеют меньший вес и более низкие характеристики по сравнению с вертикальным вариантом. В горизонтальном исполнении выпускают большинство универсальных бытовых устройств. Ими можно не только долбить стены, но и сверлить или размешивать раствор. Преимущество вертикальных перфораторов в их большей мощности и лучшей системе охлаждения мотора. Минусом такого инструмента является меньшая частота вращения шпинделя, как правило, больший вес и габариты. Варианты с вертикальным расположением двигателя чаще относятся к профессиональному инструменту. Они не универсальны, их задача только в одном – хорошо делать отверстие и долбить. Количество режимов. Режимы работы устройства являются важнейшей составляющей при выборе. При покупке перфоратора важно иметь понятие о возможных режимах его работы. Сверление, сверление с ударом или удар. Режим сверления аналогичен обычной дрели и предназначен для формирования отверстий в относительно мягких материалах. Режим сверления с ударом – это когда бур одновременно выполняет круговые и поступательные движения. Предназначен для сверления отверстий в бетонных и других твердых поверхностях. Режим удар служит для штрабления, вырубки ниш, скалывания плитки и другой работы при помощи долота. На некоторых моделях на шкале переключения режимов можно найти обозначение четвертого режима. Значок этого режима может быть выполнен в виде различных пиктограмм. Этот режим служит для беспрепятственного поворота позиционирования долота в нужную плоскость. В зависимости от модели перфоратора необходимо выбрать нужные вам режимы, которые вы действительно будете использовать. Есть модели, которые могут только сверлить с долблением или долбить, а другие модели вдобавок к первым двум функциям еще могут и просто сверлить. Определенно, что для многих домовладельцев наилучшим вариантом послужит покупка универсального перфоратора с тремя режимами. Кто знает, какие задачи могут быть поставлены в будущем. Мощность двигателя. Мощность двигателя указывает на способность аппарата работать в интенсивном режиме с большой нагрузкой. Величина мощности перфоратора в среднем находится в пределах от 450 до 2000 ватт. Условно, все инструменты можно разделить на бытовые до 900 ватт и профессиональные свыше 900 ватт. Наиболее востребованы перфораторы мощностью 600-800 ватт. Все они способны разрушать твердые поверхности, пробивать отверстия, а отдельные устройства могут служить в качестве дрели. Для постоянного интенсивного использования работы с толстыми стенами понадобится перфоратор с мощностью двигателя 1500 или более ватт. Если ремонт или строительство носят нечастый характер, то оптимально выбирать мощность 750-900 ватт. А для эпизодического использования достаточно иметь аппарат мощностью 550-600 ватт. Сила удара. Сила удара относится к одной из важнейших характеристик перфоратора. Указывает на способность инструмента эффективно взаимодействовать с рабочей поверхностью. Сила удара измеряется в джоулях. Показатель энергии удара ныне продаваемых инструментов находится в пределах от 1,2 до 30 джоулей. Чем выше это значение, тем меньше усилий прилагают для бурения бетонных стен большим диаметром бура. Параметр в 1,5-2,5 джоуля удовлетворит базовые потребности, такие как бурение отверстий кирпичных или шлакобетонных стенах. Оптимальная величина силы удара для бытовых условий составляет 3 джоуля, что примерно соответствует мощности перфоратора в 800-900 ватт. Такие модели позволят спокойно работать с твердой поверхностью. Если необходимо осуществить сверление отверстий буром больших диаметров, то потребуется усилие в 5-6 джоулей. Для особо сложных работ, демонтажа построек, дорожек, бурения широких отверстий при помощи коронок, необходима сила удара до 30 джоулей. Сейчас на рынке электроинструмента появилось очень много новых и зачастую совсем неизвестных брендов. В борьбе за конкуренцию некоторые недобросовестные производители указывают в характеристиках своих изделий завышенные цифры. Одним из таких вариантов является завышение силы удара у моделей, далеко не соответствующих этим параметрам. Как это понять, спросите вы? Конечно же, на глаз определить силу удара невозможно. Остается только сравнивать с аналогами других производителей, читать отзывы или взять в прокате и опробовать собственноручно именно тот инструмент, который вы хотите потом приобрести в магазине. Диаметр сверления. Как правило, диаметр сверления для перфораторов указывается для бетонных и металлических поверхностей. Его величина зависит от типа насадки, которой может быть сплошной бур или полая коронка. Диаметр отверстия выполнен с помощью коронки ориентировочно в три раза больше размера получаемого буром. Наиболее востребованные перфораторы мощностью 600-800 Вт сверлят отверстия диаметром 13 мм металли 26-28 мм буром в бетоне и 65 мм алмазной коронкой в бетоне. Скорость вращения и частота ударов. Скорость вращения рабочего элемента перфоратора может варьировать от 230 до 2300 оборотов в минуту. Бытовые аппараты, как правило, обладают большим значением около 1000-2000 оборотов в минуту. Профессиональные меньшей величиной около 230-450 оборотов в минуту, поскольку используются только для бурения. Для домашнего использования достаточно приобрести перфоратор с показателем скорости вращения 1000-1500 оборотов в минуту. Скорость удара может быть 2150-5800 ударов в минуту. Оптимальный вариант для дома – 4400-4500 ударов в минуту. Тип патрона. Патрон перфоратора служит для крепления рабочей насадки, сверла, коронки, бура или зубила. На сегодня существует два типа патронов – SDS Plus и SDS Max. Перфораторный патрон SDS Plus предназначен для фиксации инструментов с гластовиком диаметром 10 мм и рабочим диаметром оснастки до 26 мм. Используется в легких, иногда в средних перфораторах. Аппараты с таким патроном имеют три режима работы – сверление, бурение, удар. Кроме того, предусмотрена возможность установки дополнительного кулачкового патрона, предназначенного для крепления сверл с хвостовиком в виде цилиндра. Патрон SDS Max служит для крепления хвостовика диаметром 18 мм с рабочим диаметром насадок от 20 мм. Они входят в конструкцию средних и тяжелых перфораторов. Инструменты, оснащенные патроном SDS Max, не имеют режима сверления. Вес перфоратора. От того, сколько весит инструмент, зависит удобство и возможная продолжительность работы. Вес напрямую зависит от мощности перфоратора. Он может весить и 2,2 килограмма, и все 12. Легкие аппараты весят до 3 килограмм. Средние – 3,5-5. Тяжелые – более 5. Бытовой перфоратор весит порядка 2,6-3,3 килограмма. Дополнительные характеристики. Помимо основных характеристик, имеют значения и дополнительные. Реверс. Служит для осуществления движения рабочего элемента в противоположную сторону. Реверс может быть механическим, где для переключения требуется переключить поворотный щеткодержатель. Такой вариант считается достаточно надежным. Второй вариант реверса – электронный. Этот вариант считается менее надежным. Плавный пуск. Служит для исключения резких рывков в начале работы. Позволяет значительно увеличить срок службы инструмента. Этой функцией обеспечиваются далеко не все модели. Найти ее можно лишь на более дорогих вариантах. Антивибрационная система. Служит для минимизации вибрационной нагрузки на оператора. Как правило, данная система присуща моделям с вертикальным расположением двигателя. Стопор выключения кнопки. Исключает необходимость постоянной фиксации пальцем клавиши выключателя. Защита от заклинивания бура. Это специальная муфта, защищающая оператора и двигатель при заклинивании бура. Такая функция далеко не лишняя при работе с мощным инструментом. При работе с перфоратором без такой функции при заклинивании оснастки перфоратора во время вращения могут быть только два варианта развития события. Первый, то что вы окажетесь сильнее перфоратора и он не начнет вращаться вместе с вашими руками. И второй, он не очень хорош, поскольку не удержав перфоратор с нажатым фиксатором кнопки, крутящийся перфоратор может привести к травме. Комплектация перфоратора. Немаловажным фактором в выборе перфоратора является его комплектация. Кейс бесспорно является плюсом любого инструмента, а хороший кейс еще больший плюс. Чем отличить хороший кейс от плохого? Очень просто. Кейс должен быть жестким и не провисать под весом инструмента. Металлические защелки прослужат гораздо дольше, чем пластиковые. А оснастка, расположенная в кейсе, не должна вываливаться из своих гнезд. Если кейс сделан хорошо, инструменты и аксессуары в нем лежат плотно. А это значит, что и при транспортировке ничего не вывалится внутри чемоданчика. Многие инструменты комплектуются минимальным набором буров и зубил. Такой вариант бесспорно может оказаться плюсом для домашнего мастера. Покупать буры не нужно и храняться в кейсе тут же всегда под рукой. Иногда в комплект входит обычный зажимной патрон с переходником СДС. Наличие такого патрона также оградит вас от лишних трат. Ну вот собственно и все, о чем я хотел рассказать. Помните, хороший инструмент это не всегда дорого. И даже недорогой инструмент, подобранный правильно под собственные нужды и задачи, может радовать своего владельца долгие годы. На этом все. Желаю, чтобы ваш инструмент никогда не ломался и радовал вас. Не забывайте подписаться на канал. Всем удачи и до новых встреч!